Сегодня настал День Перемен. Люди не хотят славы Божьей. Люди не хотят Божьего присутствия. А Божье присутствие — это время перемен. Перемены. Это путь к переменам. Прекратите приспосабливаться. Изменитесь. Грядут перемены. Грядут перемены. Проснитесь. Время перемен. Да благословит вас Бог, с вами пастор Гильермо Мальтонадо. Хочу поделиться с вами великим откровением о том, как измениться, чтобы соответствовать Божьему присутствию. Помните о том, что в Библии сказано, что мы движемся от славы в славу, от веры в веру. Это значит, что никогда не подразумевалось, что слава должна быть сконцентрирована в одном месте. Поэтому хочу вас спросить, какой славе вы стремитесь? Хватает ли вам старомодных откровений, или же вам нужна новая слава? Я хочу попросить вас оставаться с нами. А сам я вернусь к вам через минуту. Мы абсолютно уверены в том, что Бог хочет обратиться к вам сверхъестественным образом, а именно через вдохновляющую книгу пастора Гильермо Мальдонадо «Божья слава». Мы подарим вам первую главу этой книги абсолютно бесплатно. Для этого заходите на наш сайт уже сегодня. Как нам внести в нашу жизнь перемены? В первой главе второго послания Коринфянам сказано, что мы идем от славы в славу. Я видел многих людей. В церкви есть определенная группа людей. Я сам их видел. Они по той или иной причине переживают период застоя. Им приходится с чем-то мириться. Я хочу сказать вам, неважно, с чем вам приходится мириться. Если вам приходится мириться, это значит, что вы перестали стремиться к переменам. Даже в моей жизни был период, когда ничего не происходило, потому что мне приходилось к чему-то приспосабливаться. Вот еще одна истина для вас. Неважно, с чем вам приходится мириться, это становится вашей реальностью. Многие из наших зрителей приспособились к болезням. Вы привыкли к нищете. Вы привыкли быть одинокими. Вы привыкли к страху. Вы привыкли к сомнениям. Именно так вы и мыслите. Всякий раз, когда к вам кто-то подходит и говорит, что вы можете быть свободными, вы говорите, нет, пастор, это очень тяжело. Я не могу. Это так тяжело. Мне тяжело. Почему вы это говорите? Потому что таков ваш мир, потому что это вам подсказывает ваш разум. Это происходит, потому что таков ваш мир. Когда в вашей жизни перестают происходить перемены, это происходит, потому что вы не стремитесь к ним. То, к чему вы приспосабливаетесь, становится вашей жизнью. А ваша жизнь влияет на то, как вы думаете. Иначе говоря, если вы приспосабливаетесь к болезням, вы начинаете думать как болезнь. Если вы смиритесь с тем, что у вас нет работы, вы приспособитесь к этому и будете думать именно так. Как-то я разговаривал с одним пастором и сказал ему, «Пастор, ваша церковь может стать просто потрясающей». И тогда он выдал мне несколько причин, по которым он не может этого сделать. Именно так выглядела для него реальность. Именно так он думал. Я хочу вам сказать, что если в вашей жизни перестали происходить перемены, то это значит, что сверхъестественные силы покинули вас. Если в вашей жизни перестали происходить перемены, в Библии сказано, что мы движемся от славы в славу. В нашем сердце происходят перемены. Если в вашей жизни перестали происходить перемены, то это значит, что сверхъестественные силы и Божие присутствие покинули вас. Вы должны сделать следующий шаг. В Библии сказано, что жизнь христианина была задумана так, чтобы в ней никогда не было застоя. Она не должна стоять на месте. Я хочу спросить вас, не надоело ли вам стоять на месте? Ну, не надоело ли вам быть безработными? Не надоело ли вам страдать от вашей болезни и бояться чего-то? Не надоело ли вам стоять на одном месте? Это значит, что Божие присутствие вас покинуло. К сожалению, в Америке и многих других странах люди могут очень долго жить без Божьего нахождения, и в итоге они перестают ощущать отсутствие Божьего нахождения в их жизни. Мы приходим в церковь, прекрасно проводим там время, выпиваем чашечку кофе, минут 25, слушаем проповедь, но при этом не ощущаем Божьего пребывания. Мы не ощущаем никакой силы. Вы должны понять, раз после посещения церкви в нашей жизни не происходит перемен, мы должны измениться. Но зачем? Да потому что в нашей жизни должно быть Божие пребывание, но у нас его часто не бывает, и мы привыкаем к этому. Библия предлагает идти от славы во славу. Жизнь христианина была задумана так, чтобы в ней никогда не было застоя. Она не должна стоять на месте. Я хочу вас спросить, изменились ли вы за год? Изменились ли вы за два года? Вы говорите, пастор, эта проблема беспокоит меня уже года два или три. У меня были проблемы с браком, и они еще до сих пор остаются со мной. Меня мучает та же болезнь, что и три года назад. Это должно сказать вам, что в вашей жизни что-то не так. Но как же вам изменить свою жизнь? Вы спрашиваете меня, как мне изменить мою жизнь, пастор? Во-первых, вы должны помнить, что все перемены начинаются у вас в голове. Все перемены начинаются у вас в голове. Наверняка вы хотите, чтобы все стало на свои места. Если вы начинаете приспосабливаться к тому, что вас окружает... Кстати, в Библии сказано, что мы ходим не видением, а верой. Ходить в видение значит приспособиться к тому типу мышления, которое нас окружает, к той атмосфере, где мы живем. Вы должны сделать выбор и поменять свой образ мышления. Вы можете освободиться от своей депрессии. Вы можете исцелиться. Вы можете спастись. Вы можете измениться. А, пастор, я пытался измениться. Я ходил к психологу даже, но ничего не произошло. Хочу вам сказать, что вы просто искали какого-то замещения для своих проблем. Никакое замещение вам не поможет. Вам поможет лишь явное пребывание Господа. Вам поможет лишь Божья слава и Его нахождение с вами. Вот что я пытаюсь вам сказать. Но, увы, говорите, пастор, я старался. Я сделал очень много, чтобы измениться. И уже в отчаянии. Я на таблетках. Вы не понимаете, что происходит с моим браком. У меня так много проблем. Вы говорите мне о том, о чем я прекрасно осведомлен. Я каждый день сталкиваюсь с тысячами людей, которых гложат такие же проблемы. Я знаю, что никто, кроме Божьей силы, с этим не справится, потому что корни этих проблем надо искать в вашем духе. И говорю вам, что ваши перемены начинаются с вашего разума. Многие люди винят в переменах угрозу. Когда речь заходит о переменах, они говорят, «О, нет, перемены — это слишком сложно». Понимаете, для них это угроза. Они боятся перемен, потому что иногда перемены бывают очень болезненными. После того, как вы пройдете через эту боль, вы обретете великую награду. Итак, где же начинаются перемены? В вашем разуме. Во-вторых, давайте вспомним, что написано во втором послании Коринфянам 3 главе. В Библии сказано, что мы преображаемся. Приставка «пре» означает «переход». Это переход в другой образ, это преображение. Но преображение во что? Мы изменяемся и начинаем жить по образу и подобию Иисуса Христа. Мы изменяемся и преображаемся. Мы движемся дальше. Многие из вас не знают, что такое преображение. Многие не понимают, как можно начать жить по образу Христа. Не устали ли вы стоять на месте? Не надоело ли вам застой в вашем приходе? Не надоело ли вам говорить «пастор, я пытался делать все, что в моих силах»? Мы руководствуемся самыми лучшими намерениями, чтобы привести наши церкви к процветанию. Будучи людьми, мы используем человеческие методы и пытаемся принести перемены в церковь и в жизни людей. В Библии же сказано, что для этого нужны сверхъестественные силы. Зачем же искать замещение, чтобы добиться перемен? Преображение произойдет с нами в момент встречи со сверхъестественным. Я встречался с тысячами людей из 50 стран мира, и они говорили мне одну вещь. «Пастор, когда у меня произошла встреча с Богом, моя жизнь изменилась навсегда. Это произошло сразу после моей встречи с Богом. Я видел преступников, которые молились Богу. Я видел самых ужасных бандитов. Я видел юристов, видел врачей, видел бухгалтеров, видел молодежь, видел взрослых, видел женщин, видел мужчин. И все они изменились в одну секунду в тот момент, когда у них произошла встреча с Богом. Их жизнь коренным образом изменилась благодаря Божьему пребыванию. Божие пребывание может войти в ваш дух и ваше сердце и повлиять на то, с чем вы долго боролись. Но только одна встреча поможет вам измениться. Именно об этом я и рассказываю в моей книге, в одной из глав моей книги о славе, встрече с Богом и о том, как преобразиться. Я видел тысячи людей, которые сделали это в один момент. Я видел ведьм и колдунов. Я видел многих людей, которые преобразились и изменились. Все это произошло в одно мгновение. И так сначала преображение начинается в вашем разуме, а потом оно происходит в вашем сердце. Потом уже, благодаря сверхъестественной встрече с Богом, оно переходит во все ваше естество. Хочу задать вам очень важный вопрос. Приспосабливаетесь ли вы к религии или же преображаетесь благодаря Божьей славе? Когда христианство перестает быть для людей путем, который проложил Господь, или, давайте скажем по-другому, когда в вашей жизни перестают происходить перемены, это значит, что христианство стало для вас просто религией. Ни одна религия мира не имеет такой силы, чтобы кого-то изменить. Ни одна религия мира не имеет такой силы, чтобы помочь людям преобразиться. Потому что преображение в христианстве основано на силе воскресения. И поскольку Иисус все еще живет, вы можете измениться, вы можете преобразиться прямо сейчас. Весь вопрос заключается в том, собираетесь ли вы приспосабливаться к религии и ощущать при этом застой, потому что религия не будет приносить вам никаких плодов. В вашей жизни ничего не будет происходить, и завтрашний день вечно будет подобен сегодняшнему, ничего не будет меняться. Не будет ни чудес, ни знамений, ни спасенных душ, ни преображений. Вы приспособитесь к своей нищете и болезням, или же вы хотите преобразиться благодаря Божьему пребыванию. Давайте помолюсь за вас. Отец, во имя Иисуса, молюсь за всех тех, кто смотрит нас. Пусть в их жизнях произойдут встречи со сверхъестественным. Господи, я верю, что прямо сейчас они сделают правильные выборы, откажутся от всего неправильного. Если вы нас смотрите, то скажите, «Я отказываюсь от той среды, в которой я живу, и ее образа мыслей». Господи, прямо сейчас я отказываюсь от этого и устремляюсь к Тебе. Я молюсь о том, чтобы оно коснулось. Оно, Твое пребывание, коснулось моей жизни. Пусть войдет Твоя слава в наши дома и офисы. Смотрящие нас люди просто жаждут этого. Они устали от того, что в их жизни происходит одно и то же. Они устали ходить в церковь и не ощущать Божьего проникновения. Пусть сила Бога коснется их. Пусть люди, борющиеся с пороками, вредными привычками, различными зависимостями, наркотиками, пристрастием к алкоголю и многим другим вещам, освободятся от них во имя Иисуса. Пусть перемены в их жизни произойдут прямо сейчас. Изменитесь, преобразитесь, получите избавление и спасение во имя Иисуса. Бог благословит вас. В Библии есть много свидетельств того, что Бог хочет, чтобы в нашей жизни присутствовало сверхъестественное. Послушайте эти воодушевляющие свидетельства обычных мужчин и женщин, различных возрастов и национальностей, и поверьте в то, что и в вашей жизни может произойти чудо. Когда мы приезжаем на конференцию, мы чувствуем в себе перемены и понимаем, что пришло время измениться, получить силу и присутствие Божье, чтобы вернуться в свои семьи и к друзьям в школе и принести это с собой. Мы чувствуем присутствие Божье на конференции КЭП, и мы переживаем что-то особенное. Она здесь повсюду. Постоянное исцеление, постоянные чудеса. Хочешь прорыва, хочешь получить чудо, не пропусти. Потому что слава Божья будет явлена всему миру. Часть этого движения начинается здесь. КОНЕЦ 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 Уроки христианства связаны с тем, как получить преображение. Если вы отодвинете в сторону преображения христианства, у вас останется просто одна только религия. Ни одна религия мира не может преобразить ваше сердце. Ни одна религия мира не может преобразить ваше сердце. Сущность христианства – это преображение сердца. Вот почему Бог хочет преобразить ваше сердце. Преображение – это то же самое, что и перемены. Многие ли из вас изменились? Когда в вашей жизни перестают происходить перемены, это значит, что Бог не живет вашей жизнью. Сверхъестественные силы покидают вас. Что такое преображение? Что такое преображение? Это сущность христианства. Почему с некоторыми людьми не происходит преображений и перемен? Скажите мне это. А это очень просто. Это значит, что присутствие Божие покинуло их. Почему иногда в нашей жизни наблюдается застой, и не происходит никаких перемен? Ответьте мне на этот вопрос. Это происходит потому, что мы приспосабливаемся к окружающей нас среде. И все, к чему мы приспосабливаемся, становится нашей жизнью. Пожалуйста, запишите это. Когда мы не преображаемся, мы теряем значимость. Мы перестаем быть частью Царства Божьего. Когда христиане перестают преображаться, они теряют свою силу и возвращаются к формализму. Я люблю религию. Я хочу слышать в церкви «Аминь». Когда христиане перестают преобразовываться, когда в их жизнях не происходит перемен, они возвращаются к религии, они возвращаются к тем же действиям, они повторяют ошибки, на которых они учились, им не хватает спонтанности. Я хочу, чтобы вы сказали на это «Аминь». Иисус помог. Он помог преобразиться многим мужчинам и женщинам. Цель жизни христианина — стать образом и подобием Иисуса Христа. Запишите это себе. Духовную зрелость человека «Можно измерить по произошедшим с ним переменам». Я не знаю, видите ли вы то, что вижу я. Зрелость человека «Можно измерить по количеству произошедших с ним перемен». Если с вами перестали происходить какие-либо перемены, и вы перестали преображаться, то значит, вы исповедуете не ту религию. Бог привел вас сюда, чтобы сказать, что христианство — это не просто религия. Но мы превратили его в обычную, самую обычную религию. Мы христиане. Вы слушаете меня? Что такое преображение? Что такое преображение? Запишите, пожалуйста, это себе. Цель преображения — это изменение вашего сердца. Цель преображения — это изменение вашего сердца. Я повторяю это вновь и вновь. Цель преображения — это изменение вашего сердца. Как-то Иисус обратился к Матфею. И вот что Он сказал. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы и убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, когда в сердце не происходит перемен, все это начинает из него исходить». Так зачем же мы здесь тогда с вами собрались? Разве мы пришли сюда просто потанцевать, песенки попеть, друг с другом поговорить? Или же нам нужно преображение? Нам нужны перемены. Помните, это мои друзья. Вы хотите приспосабливаться к религии? Или же хотите преобразиться благодаря Божьему присутствию? Вы должны следить за собой. Бог принесет вам то, чего у вас нет. Вы хотите приспосабливаться к религии? Или же хотите преобразиться благодаря Божьей славе? Вам нужна Божья слава? Или же вы хотите стоять на месте? Хотите стоять на месте? Или же хотите изменений? Вы хотите изменений? Сегодня вы должны сделать свой выбор. Если просто приспособиться к религии, к христианству, без силы, без всяких перемен, это просто механическое действие, без жизни в Боге. Все ваши изменения, преображения возможны только благодаря Божьему присутствию. Скажите на это «Аминь». Поднимите вверх ваши руки и скажите «Я хочу перемен». Во славу! Во славу! Повторяю это еще раз. Во славу! Это и есть сущность христианства. Вот чего я добиваюсь этой проповедью. Чем нельзя изменить людские сердца, так это проповедями о религии. А я проповедую о том, как добиться перемен. Как добиться перемен вашей жизни. Да, она должна изменить проституток. Она должна изменить бизнесменов. Она должна принести перемены. Если с вами не происходит перемен, если в вашей жизни застой, если вы стоите на месте, если вы только стоите на месте, тогда вам нужны Божьи присутствия, вам нужна слава. А многие из вас уже приспособились к болезням, к боли. Многие приспособились к своей печали, к депрессии, к религии. Вы стоите на месте. В вашей жизни нет никаких перемен. Вы приспособились к этому. Но я хочу сказать вам, что сегодня настал день перемен. Люди не хотят славы Божьей. Люди не хотят Божьего явления. А Божие явления — это время перемен. Время перемен — это путь к переменам. Вы собираетесь стоять на месте со своей религией, или же вы хотите пойти за мной, пойти по стопам нашего Господа Иисуса Христа и войти в новое измерение? Тогда встряхнитесь. Встряхните ваши семьи. Прекратите приспосабливаться. Изменитесь. Грядут перемены. Грядут перемены. Встряхнитесь. Ты был создан не для того, чтобы жить в поражении. Тебе необходима книга «Слава Божия». Если ты хочешь понять, что «Слава Божия» — это не просто теологическая концепция, а реальность, которую ты можешь переживать сегодня. Через эту книгу вы осознаете, что Бог может радикально изменить вашу жизнь, и вы, наконец, сможете победить врага, который тянул вас назад так много лет. Вне зависимости от того, кто вы и каковы ваши обстоятельства, закажите сегодня ресурс, который состоит не только из книги апостола Мальдонада «Божья слава», но также в набор входит аудиодиск с поклонением в исполнении группы «Нью Вайн» — музыкальная группа служения «Кинг Джизис Министри». Ресурс можно заказать на сайте или по телефону, указанному на экране. Мы знаем, что этот ресурс будет для вас, ваших друзей и семьи, огромным благословением. Вы получите силу и будете переживать Бога осязаемым образом. Вы получите заряд молиться за других и видеть реальное исцеление. Не откладывайте на потом принятие этого откровения. Спасибо, что смотрите нашу программу. Помните, что слава Божия — это реальность. Вам необходима эта откровение. Закажите этот ресурс, посетив наш сайт kingjesusministry.org или звоните по телефону, указанному на экране. Наш код — 305, телефон 382-3171. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Please write us at 14100 Southwest 144 Avenue, Miami, Florida 33186. Call us at 305-382-3171. Or visit our webpage, kingjesusministry.org. A Time for Change is produced by ERJ Media at King Jesus International Ministry. Thanks to the prayers and support of our friends in your area. Thank you for tuning in. And remember, today is a time for change. Субтитры создавал DimaTorzok